В залах заводят по одному под пристальным взглядом телекамер журналистов и родственников судебный процесс, поэтому безусловно резонансному делу сразу же объявили частично закрытым. Это значит, что представителей СМИ в сам зал пустили, но при одном условии никаких видео и фотосъемок. Эта история, которая потрясла весь край, изначально обросла различными слухами и версиями. Правда, все их удалось развеять краевым следователям. Специалисты ведомства по крупицам воссоздали картину случившегося. В тот день двое неизвестных напали на Михаила Седова в одном из гаражных кооперативов Барнаула. Мужчину избили арматурой, затолкали в багажнике его же автомобиля и увезли. Вывезли в район озеро Пионерское, где причинили ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия. До последнего родственники строили догадки, где находится Михаил Седов. Надеялись и верили, что найдут его живым. К розыску подключились волонтеры, неравнодушные горожане. Искали несколько дней. Сначала была найдена машина Михаила, а после и он сам. Тело обнаружили в районе озера Пионерское с многочисленными ножевыми ранениями. У Михаила остались жена и двое маленьких детей. Я хотела поблагодарить тоже жителей города, своих сотрудников, просто знакомых, друзей. И всех, кто принимал участие, кто звонил, просто поддерживал, писал. И поддерживал, и разыскивал. И разыскивал. Спасибо большое. Убийцами, по версии следствия, оказались двое молодых людей. Известно, что им по 22 года. Оба уже отпраздновали дни рождения в СИЗО. А обоих, опять же, по информации следователей, изначально была цель заработать деньги. Именно для этого они планировали угнать и продать автомобиль. Во время расследования свое вино не признали. Никто не пытался связываться, никто не пытался принести извинения, никто не пытался возместить причиненный моральный вред, в том числе, хотя бы частично. Поэтому в данном случае можно констатировать факт, что со стороны защиты в наш адрес никаких обращений не было. Было заявление лишь одно, чтобы дальше суд проходил с участием присяжных. Коллегию, скорее всего, сформируют к следующему заседанию, которое назначено на 8 июля. Сам процесс может растянуться на несколько месяцев. Это значит, что жене Михаила Седова, Виктории, еще не раз придется выслушать историю последних минут жизни ее мужа. Кирилл Политов, Николай Шилко. День с толком.